Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мне нужен совет». На наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы, где вы даже не столько спрашиваете, сколько просите помочь разобраться с какими-то проблемами. Вот тему нашей сегодняшней беседы мы так и обозначили. Давайте разберемся. Религий в мире много, однако общепринятым является мнение, что Бог один. Так как же христианство относится к иноверцам? И как Господь встречает их в мире ином? Спрашивает нас раба Божия Христина. Видите ли, Христина, Бог один, и мы его славим, единого Бога, Троица славимого и поклоняемого Отца и Сына и Святаго Духа. Невзирая на то, думает кто-то так или иначе. Заметьте, что множество, огромное множество людей на земле, например, индусы, китайцы, думают иначе. Совсем иначе. Так что мы не можем утверждать, что такое мнение является общепринятым, хотя оно абсолютно верное. А как христианство относится к иноверцам? Ну, от имени христианства я, конечно, говорить не могу. Я могу делиться только своими представлениями. Доброжелательно. Ведь бывают замечательные, высоконравственные люди, которые споют какую-то другую религию. А бывают православные бандиты, которые в тюрьме сидят. Мы относимся к человеку по-человечески. Вот человек, у него какие-то проблемы, мы должны стараться с любовью, сочувствием к нему относиться, чтобы постараться помочь ему идти по жизни, невзирая на то, разделяет ли он нашу веру или не разделяет. А что касается вопроса, как Господь встречает их в мире, ином, на это я ответить не могу. Я всего лишь обычный рядовой священник. Есть вещи такие очень сложные, очень важные, вопрос вполне законный, но на которые, я думаю, что вряд ли кто из людей может вообще ответить, потому что какие-то важные моменты Господь хранит сокровенными для нас. Мы не знаем. Но мы знаем одно, что Господь всем человеком желает спастись и в познание истины прийти. И вот Господь взирает на сердце, Господь взирает на поступки человека. И если человек, живя в нашем мире, ну, в другой стране, вот он родился, там, ну, вот у него в народе, где другая вера, ну, вот Господь на него смотрит, вот, желая каждому спастись. А как Господь встречает людей в Царстве Небесном, это Его святая воля. И нам, обычным грешным людям, это неведомо. «Получить помощь от Господа могут только те, кто соблюдает заповеди, стараются угодить Богу. Или грешники тоже могут по молитве получить помощь. Или грешникам Бог не помогает, а помогает только своим». Спрашивает раб Божий Владимир. Очень хорошие вопросы. Очень хорошие вопросы. Господь помогает всем. И в житиях святых масса примеров, как вот святые или Господь помогал действительно грешным людям. И масса примеров, как бывшие тяжкие грешники, бандиты, блудницы, там, разбойники, вдруг приходили к вере и становились святыми. Вот таких людей много среди святых и прославленных святых. Ну, вот, может быть, самый, как бы, знаменитый пример – это Мария Египетская. Или разбойник, которого Господь простил на кресте. Вот, казалось, уже и клейма ставить негде. Однако Господь зрит настолько глубоко, настолько, вот, Его любовь беспредельна, что никакой самый мрачный грех не могут затмить божественную любовь. И любовь сильнее всего. Вот, своей любовью Господь спасает всех самых-самых страшных грешников. Но нам не приходится думать о том, что есть грешники, там, страшнее нас. Вы, наверное, знаете, молитва, которая читается перед причастием, составлена Иоанном Златоустом, но в ней звучат слова апостола Павла. Вот, мы говорим, что Господь пришел грешные спасти, от них же первый есть аз. То есть, я первый грешник. Вот, апостола Павла или Иоанна Златоустова не волновало, какие грешники окружающие люди. Они сознавали о себе, вот, великие люди, они сознавали, что они пред лицом Божиим грешные. Не важно, вот, кто там грешнее, не грешнее, вот, я грешный. Я первый грешный, Господи, прости и помилуй. Так что, Господь всем помогает. В этом мы не должны сомневаться и как раз уповать и прибегать к помощи Божией во всех трудных обстоятельствах своей жизни. А почему люди всегда нуждаются в церкви? Если бы не было церкви, людям было бы плохо? Спрашивает Ксения, шести лет. Очень хороший вопрос, Клюшенька. Вот, молодец. Вот, я когда-то был в монастыре, в котором, вот, был духовником старец-отец Таврион. Это удивительный подвижник XX века, который пережил множество тяжелейших страданий, тяжелейших. Был необыкновенно бодрый, необыкновенно веселый, полный такой жизненной силы, энергии. И вот как-то он на пробуде сказал, что вот мы стоим в храме на литургии и не понимаем важности того, что здесь происходит. И он сказал буквально следующее. Если бы не было божественной литургии, вот, то есть, не было бы церкви, если бы не было божественной литургии, вас давным-давно бы черви съели бы. Во! Какое значение имеет церковь, имеет богослужение церковное, имеет таинства церковные для всех нас. Так что, слава Богу, что церковь существует, и вот мы все призваны Богом быть членами церкви. Тогда действительно всем будет хорошо. Сейчас я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Я нашла кольцо «Спаси и сохрани». Не знаю, что с ним нужно делать. Можно ли отнести в церковь? Да, Оксана, конечно, вы можете отнести его в церковь. Мой сын уезжает учиться в другой город и хочет просить благословения на учебу. Могу ли я тоже просить благословения за своего сына? Или он только сам за себя должен просить? Я думаю, что можно подойти к священнику и попросить благословения для вашего сына. Но, конечно, он тоже должен подойти. Ведь вы же его мама. Может быть, священник вам скажет что-то значительное. Но только это нужно делать лично, чтобы и вы, и ваш сын подошли к священнику и в беседе с ним непосредственно рассказали о ваших планах. Можно ли носить на одной цепочке крест и знак зодиака? Если нет, то почему? Да, Елена, носить крест и знак зодиака на одной цепочке, мне кажется, недопустимо и совершенно бессмысленно. Зодиак – это некое язычество или языческая традиция. Крест – это символ христианства. Если нужно носить знак зодиака как украшение, то крест – это же не украшение, тогда надо его носить на отдельной цепочке. А если вы вкладываете в него какой-то смысл, то это уже грех, потому что это, повторяю, языческий символ, и с каким-то вот серьезным отношением к нему нельзя. И как-то серьезно к знаку зодиака относиться нельзя. Всего доброго, до свидания. Прощаюсь с вами. Хочу выразить надежду, что вы будете присылать ваши вопросы на наш сайт «Закон Божий». Господь с вами, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»